Предыдущий матч против Йокера, это 20 минут и 2 секунды провел. Для него это максимум в этом сезоне, а до этого несколько матчей пропустил. Ну да, Слепышев к Йокере той шайбу забросил, и сейчас у него 9 очков в 11 играх. Хороший показатель, безусловно. Кетов тем временем, диагональ. Но там, ох ты, драка, драка у нас. И здесь Тимкин вызвал на бой Андронова, и прямо сейчас они выясняют отношения. Ответ Андронова. Пока бой не получается эффектным, Тимкин связал Андронова. Уронил его на лед, и все. Ну что, победа Тимкина по очкам, хотя Андронов не выглядел лутсайдером в этом поединке. Очков, Александр, не дают дракать на... Это, да, это другое вид спорта, где там, да, 4 судьи сидят с каждой стороны и очки дают. У нас дают вот... Сколько дают? Команда ЦСКА номер 11. 5 минут. По 5 минут. Да, да, по 5. У нас дают по 5 очков каждому в графу штрафные минуты. Но надо отдать должное Андронова в этой ситуации, да. То есть Тимкин, как бы, большой, сильный, на самом деле, необоснованно считающийся... Совершенно обоснованно считающийся один из самых лучших силовых нападающих в российском хоккее. И Андронов при этом, как бы, не отказался и, там, я не знаю, ну, поборол его, в конце концов, Тимкин. Но эмоций, которых сегодня на площадке и так было достаточно. В итоге выплеснулись вот в это противостояние капитана ЦСКА и Евгения Тимкина. Так что совершенно нормальная ситуация. Если два джентльмена согласны, я, так сказать, не вижу причин их особо останавливать.